Музыка Со смертью Петра, смерть умирает в 1725 году, зимой, по легенде он корабль какой-то вытаскивал, моряки тонули, он голый залез в холодную воду, лодку, шлюпку, такой могучий, выпахнул на берег, прошел домой, простудив, что заболел и умер. Вот это было некому, некому было больше. Да, ну да, показывали могущество великого императора, великого царя. По поводу императора я тоже потом скажу, если не забуду. Но дело в том, что возвращаюсь к этому, это уже установлено, вы чем сказать, нет. Значит, расстояние Петр на какие верфи не ходил в Голландии. Известно, что он посещал кварталы Красных Фонарей и Австерия. Это были любимые его заведения. А поскольку тогда способов защиты особо не было, то понятно, что он умер от этой, как называть, неизвестной болезни, а нет какого простужения. Он просто был болен сильно, и вообще он вел, как называют, как сейчас говорят, ассоциальный образ жизни на самом деле. Ну, пьянствовал, значит, с этими женщинами какие-то странные вещи совершал. Ну, ты говоришь на сифилис. Что говоришь? На сифилис намекает. На кого намекаю? На сифилис. Ну, намекаю, я под прямым текстом называю, просто я пользуюсь узубовым языком. Что первое Петр построил на территории Петербурга, который он не собирался строить на материковой части? Понятно, что он построил Австерию. Ну, то есть трактир, где народ пьян. Значит, первое здание, оно было, естественно, деревянное, сгорело. Значит, Петр приезжал в Питрово отдохнуть и попьянствовать. Они там, как он, не пьянствовали. И построил еще Австерию потом. А потом он сказал, что Австерия должна появляться везде в России. Строили Австерию в Москве еще одну и еще одну в Архангельске. Ну, когда моряки приплывали. Вот четыре штуки Петровских сооружений, которые, естественно, не сохранились. Но Петр, вы знаете, он вообще, так сказать, спаивал государство. То есть вот он собирал своих приближенных дворян, и они их из-застрял их пить. Ну, как я сейчас говорю, что, может, они заставлены, но, по-моему, они особо не отказывались. По-моему. Вот. И в итоге, так сказать, вот эта традиция питья, она как-то очень закрепилась. Очень удачно у Петра этот номер прошел. А до этого особенного питья не было. Да уж не пить особо нечего было. Водки-то не было. Пили, как там говорят, брагу или мед, как называется. Ну, мед, мед – это не тот. Медовуха. Не, ну и Петр тоже водку не пил. Нет, ну при пьем, вот в Австырии стали пить водку. А откуда они ее брали? Ну, я не знаю, а привозили за границу. Картошки, он же картошку в России. Да, картошки не было до Петра, кстати. Ну, картошки. Мы все говорим языческое. Язычество, языческое, языческое. Первый раз начинается появление этого слова в текстах Евангелия, описанных в конце 16-го, в начале 17-го века. Оно имеет четкий перевод на русский язык. Сексуальные извращения. Называлось специально все те, кто не хочет от старого до христианства перейти в новое христианство. Специально для того, чтобы этих людей представить сексуальными извращенцами, там, специальными неприятными словами. Ради этого сейчас изобретен новый термин. Родноверие. Родная вера. Ну, это новое течение. Это новое, это совершенно новое. Ну, их называют новые язычники, по-моему. Это неважно, как их называют, современники. Новые язычники, да. Новые язычники, да. Новые язычники.